всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня прежде чем я начну расклад я давно не делала вступление хочу сделать такое вступление на большой небольшой ответить на один комментарий комментарий был предыдущему раскладу и назывался даже не назывался а был он от татьяны перевозчиковый он находится бы я его прикрепила к раскладу как научиться доверять вселенной прикреплены комментарии и звучал следующим образом ненужные комменты удаляете на этот счет я хочу ответить следующее как я и ответила в комментарии данной женщины если комментарии касаются точки зрения которая отличается моей либо имеет какое-то отношение к раскладу ну например у меня не проигралась или я чем-то не согласна там так-то так-то либо еще что-то а то эти комментарии я оставляю но комментарий касс который касается лично меня и которые я читаю как оскорбительные безусловно я их удаляю и я не скрываю это открыто говорю но если есть комментарии на которые я могу отреагировать с юмором любом случае я прикрепляю то есть у меня есть определенная как бы так сказать граница дозволенного и не дозволенного и те комментарии которые я еще как-то могу принять шутку с юмором я их просто прикрепляю почему потому что я понимаю что человек нуждается во внимание именно поэтому его мнение направлено на меня как на личность я прокрепляю ну то есть хотите же внимание хотите же чтобы на вас обратили внимание да вот пожалуйста безусловно хейтеры есть везде ко всем на всех каналах и я уже если честно нормально к этому отношусь но если я вижу опять-таки оскорбительные да я их просто удаляю понимаете я не вхожу в коммуникацию как-то и не оправдываюсь нет вообще нафиг не нужно я такой человек я могу казаться мягкой пушистой но поверьте мне если мне нужно как-то себя отстоять защитить то я не не погнушусь так сказать послать и в лес и использовать фольклорные слова и разговаривать на том языке с которым человек со мной разговаривает что я считаю оскорбительным ну например я считаю оскорбительным когда человек который чисто субъективно если ему не нравится моя внешность а были такие комментарии причем от женщин зависть независть не все равно вот реально да я не реагирую на это не пришел человек под вампириться да я понимаю что какая у меня энергия сейчас стало с чем она связана я четко понимает для чего человек пришел будет комментарии когда пишет о какая толстая твоя харя не лезет там в экран там еще что-то ну как вы считаете оставлять этот комментарий нет я его удаляю не потому что я не могу принять или мне как-то это мешает либо еще что-то просто я не хочу засорять свое пространство ну это вот представьте если у вас дома есть ну я не знаю выбираетесь каждый день и появляется пыль и вот вы смотрится на нее и думаете ну пыль это же все-таки часть нашей вселенной да это часть стихии земли давай я ее оставлю нет ну вы увидели пошли вытерли правильно ведь для того чтобы поддерживать какую-то чистоту и поэтому вот такие комментарии да конечно же я удаляю а есть комментарии которые я могу отреагировать с юмором как мне написал один мужчина молодой достаточно я так понимаю по комментарию тоже он был прикреплен не помню какому раскладу то есть всех таких любителей высказать свою точку зрения их прикрепляю что же он там написал в комментарии дословно не скажу носу и заключалась отсылки к моим татуировкам где он сказал что татуировки в стиле old soul как-то так я даже не знаю что там он имел ввиду вот и какой срок мотали безусловно на такие комментарии я отнеслась это с юмором да почему потому что ну кому то что-то доказывать объяснять не это зачем нужно на что я ответила также с юмором человеку что пожизненно все с чем для чего я это делаю понимаете это моя жизнь вот я делаю то что я хочу я могу себе позволить своей жизни уже делать и поступать так как я хочу и никому не давать никаких то там объяснений не рассказов не почему захотела удалила мне так захотелось вот с другой стороны если татьяна вы имеете ввиду что все комментарии позитивные то я могу сказать что таких людей действительно негатив щиков вот именно в контексте вот такого такой знаете вот агрессии в мой адрес а такие бывают да недавно я получила комментарии вообще было иногда знаете я удивляюсь таким людям хотя ну не нужно этого делать но все же ну то есть меня поражает дебилизм потому что ну кроме как дебила назвать такого человека нереально значит комментарий был к обзору колоды небо и земля которые я записывала в инстаграме записывала я без подставки без треножника держала в одной руке камеру в другой руке показывала буквально две-три карты то есть это не было обзором как таковым на всю колоду а меня просто восхитила глубина этой колоды насколько мне очень много символов тех которые я знаю да в соответствии с каббалой которые изучают древом жизни и мне это захотелось записать и поделиться на что в самом начале я конечно сказал что я извиняюсь что рука трясется с одной стороны это эмоции с другой стороны но это естественная моя реакция на что значит женщина написала о том что какой ужас рука трясется все такое вот я и конечно же ответила что вы знаете моя дорогая если вам не нравится то что вы видите у вас всегда есть выбор один пойти купить себе эту колоду спокойно смотреть если вам не нравится что там камера трясется любую еще что-то другой просто куча таких обзоров на ютюбе обязательно надо вот вот единственное что никогда в жизни наверное не пойму это зачем нагадить вот 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 это вы знаете безусловно с психологической точки зрения я могу объяснить как человек я могу объяснить но вот знаете это наверное когда у тебя этого нету вот то наверное чем не наполнена ты да тебе кажется это странностью в поведение других людей так вот что почему я ее потом удалила ей значит не понравился мой ответ и что она сделала начала спамить под каждым моим видео писать люди как она сказала аферистка вова люди и внимание аферистка я так ну может быть такой человек адекватным да нет конечно же нужно ли его удалять да конечно нужно опять таки не потому что я боюсь что кто-то там увидит какой-то негатив не реально вот не знаю хотите верьте хотите нет мне пофигу кто что пишет да я могу даже отключить комментарии но а то что я делаю вот единственное что я хочу чтобы кто-то понял в этом мире что я не занимаюсь народ для того чтобы кому-то помогать реально я настолько эгоистка что мне фиолетово нужно моя помощь кому-то или нет то есть если человек придет и попросит и я посчитаю нужно туда я помогу у меня нету вот этих вот ожиданий что я живу использую свой дар в помощь другим людям ни хрена я не делаю понимаете я все что я делаю я делаю исключительно для себя я делаю расклада для себя потому что они мне нравятся и как когда-то кто-то мне написал в комментариях и зачем тогда вы публикуете и зачем тогда там канал делаете там 5 десяток я не делаю для других людей нет она не нравится записать мне нравится процесс самодисциплины до когда я фокусируюсь концентрирую записываю конечно итоге мне нравится вот у меня такой бздык смотреть на себя на камеру да делать что-то для себя я все делаю для себя у меня нет иллюзии что я делаю что-то для кого-то и если у кого-то есть это 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 уже не ко мне то есть я прекрасно лажу сама собой и еще раз скажу я не гонюсь не за комментариями не за подписчиками если кто-то там скажет ой какая вы я хочу эти да ради бога я же никого не держу никого не останется я не буду переживать я все равно буду продолжать делать то что я делаю то есть меня ничего не остановит вот эти вот все внешние факторы поэтому если вдруг кто-то случайно я сейчас не обращаюсь к моим постоянной подписчикам потому что я понимаю какого уровня действительно люди со мной находятся скорее всего это обращение к залетным таким птичкам которые неожиданно попали на этот канал и смотрят и у них разы шаблона как вроде бы тарелка переполненная там наколками как она себя ведет и как она себе позволяет и что позволяет я вас умоляю я живу 30 лет в греции я выросла у меня другое понятие о мире да то есть у меня нету и вот этих вот взглядов как есть у некоторых людей с ограниченным мышлением да я я привыкла к свободе слова к свободе своего какого-то проявления у меня иные взгляды на мир я не говорю что кто-то смысл ну думал или мыслил да или смотрел на мир так же как и я я просто не хочу чтобы меня трогали вот и все мне кажется это единственная просьба да да даже не просьба не фиолетово будет меня трогать или нет я просто не понимаю иногда поступков людей а то что я сейчас высказываюсь это не значит что кто-то может конечно же подумать что вот есть ты говоришь значит себя это зацепило да нет не зацепило просто иногда бывает присыщение реальное эмоциональное присыщение глупости человеческой и с одной стороны меня удивляет когда люди хотят смотреть расклады о духовности о развитии о самопознании а с другой стороны их поведение настолько примитивные мне хочется сказать да каком развитии вы думаете научитесь начала воспитанности элементарной культуры научитесь сначала стоять на двух ногах они четырех как животные прекратите подчиняться своими какими-то инстинктами порывами разберитесь в себе почему есть эти потребности а потом уже со своей ложкой дегтя лезьте куда-то к другим людям я вообще не представляю ну вот реально не знаю я много раз про это говорю может быть у меня такое воспитание какое-то неправильно где я человек какой-то неправильно я не могу себе представить как вот знаете вот особенно вот это опера оперирует выражением что да свобода слова и каждый имеет право о правах все говорят да об ответственности все забывают и если вы не помните о своей ответственности за каждое слово то у вас и прав по сути нет на самом деле то есть как так можно вот зайти к чужому человеку у меня все время пример да захожу значит в гости знакомый даже не к подруге либо неизвестному человеку и начинаю ему говорить вот мне не нравится твой пирог мне не нравится твоя кофе ли мне нравится еще что-то как такое можно сказать я не представляю у себя дома да конечно возмущайтесь сколько хотите либо если дали к вам такое право как можно к чужому человеку прийти и начать что-то высказывать я я реально не понимаю и я не верю абсолютно в конструктивную критику кто бы что мне не говорил критика не может быть конструктивный можно высказать свою точку зрения касательно поведения человека но нельзя высказывает свою точку зрения касательно личности другого человека никто не имеет такого права просто потому что опыт другого человека и что скрывается за этим вам неизвестно никому не известная история другого человека, как можно критиковать, я не знаю, толстый человек или нет, да вы не знаете, что у него, может быть у него проблемы со здоровьем элементарно, может быть ему так нравится, может быть у него такая защита психологическая, личный вес, либо еще что-то, как можно, я не знаю, я на это ведусь, очень сильно ведусь, потому что, я не знаю, у меня нет слов касательно поведения людей, оно меня оставляет в шоке, в реальном каком-то шоке, то есть меня так не удивляет и меня так не, как будто сказать, меня настолько не пугают страхи мои личные, сколько тупость людей, реально, то есть когда человек, ну реально, но даже не то, что он невеже, он вот тупой, то есть человек, который не может мыслить, у него, я не знаю, нету, нету такой способности, что ли, вот это вот меня реально пугает, потому что, когда собирается энное количество таких людей вместе, это, кстати, проявление клепатическое, то есть это как раз таки аркан силы перевернутый, это неконтролируемая сила, еще называют толпой, вот толпа, серая масса, это вот про это, то есть это люди, которые действительно становятся опасными, потому что с одной стороны не ведают, что они делают, а с другой стороны они могут причинить вред другим людям, да, более адекватно, так вот на этом я закончу, а просто еще расскажу, если вдруг у кого-то возникает вопрос, удаляю ли я комментарии, если они не касаются оскорблений моей личности, моей внешности, моего, я не знаю, да вообще, если они меня не обижают, даже не обижают, меня обидеть уже как-то, я уже с этим давно поработала, не знаю, не оскорбляют, то я в принципе не удаляю, да, то есть чужой мнение, у каждого человека есть свое мнение, но касательно темы раскладов взглядов своей собственной жизни, то есть когда люди просто пишут, что у меня в жизни не было так, как вы говорите, либо у меня не проигрался этот расклад, либо там я не знаю, я не считаю, что эта карта может считываться так, либо еще что-то, ну окей, я к этому нормально отнесусь, но когда человек начинает там говорить, неправильно карты держите, там не так выглядите в камеру, не тот там звук, либо еще что-то, я это буду удалять, вот, и считаю, что я имею на это право, если кто-то считает иначе, мне наплевать, вот честно, я потому что вот только так уже и смогу скорее всего разговаривать с такими людьми, потому что ну иначе не получается, вот, на этом все, большое вступление, кто послушал, молодец, кто не послушал, тоже молодец, моя потребность покрыта, то что я хотела сказать, я сказала, расклад, который мы с вами будем сегодня рассматривать, называется, что я хочу на самом деле и насколько мои желания гармоничны высшему замыслу, такое название было придумано вами, три позиции как обычно, голубой, красно-зеленый камешек, первая, вторая, третья позиция, тайм-коды есть в описании к видео, так же как и описание моих услуг и стоимости, кому интересен курс Древо Жизни, так же можете приобрести его, описание тоже есть, этого курса под роликом, ну а мы с вами приступаем, итак, позиция номер один, голубенький камешек, что я, а работать будем на классике Райдера Уэйта, сегодня захотелось мне взять старину Райдера, так, что я хочу на самом деле, да, насколько мои желания гармоничны высшему замыслу, давайте я сделаю, хорошо я просто думала, какой формат расклада, как сделать, ну в двух вопросах так и сделаем, что я хочу на самом деле выпало два великих аркана, вообще единички, мне кажется последнее время у вас идут какие-то перемены, достаточно такие серьезные Хочется сказать судьбоносные, здесь идет какой-то вот период изменений, да, возможно переосознание, почему, потому что то, что вы хотите на самом деле, как раз к нам по колесу фортуны говорит, говорится о том, что с одной стороны вы, возможно, хотели бы выйти из какого-то своего повторяющегося сценария, да, кто-то может быть хочет перестать наступать на одни и те же грабли, возможно для кого-то хочется, знаете, вот совершить какой-то прорыв из своей цикличности, из повторности, есть у меня вот ощущение здесь некой такой усталости, кто-то хочет реально перемен, причем, знаете, перемен, которые идут вот именно из глубины души, потому что у меня есть ощущение вот этой вот усталости, того, что хочется стабильности, выпала еще четверка жезлов, для кого-то, если не брать в контексте развития души, да, а именно вот ситуативно, кто-то хочет просто переехать, кто-то хочет сменить место жительства, да, здесь есть такое, кто-то может быть хочет купить недвижимость для себя, кто-то реально хочет создать какие-то серьезные стабильные отношения, либо кто-то хочет получить здесь некий такой официальный статус, то есть это могут быть неофициальные отношения, но при этом стабильные, постоянные, кто-то реально хочет съездить в отпуск, отдохнуть, да, для кого-то наоборот, это просто необходимо, так как вы очень много работаете. Что еще, какие желания? Финансовые, изменения финансов тоже могут быть, изменения возможно для кого-то в состоянии здоровья, да, здесь может быть кто-то хочет действительно похудеть, кто-то хочет здесь не то, что хочет, а как-то, знаете, нормализировать, скорее всего, щитовидную свою железу, почему-то, потому что у меня здесь ощущение того, что гормоны скачут, что-то здесь, не то, что есть какая-то проблема, а просто какой-то вот может быть гормональный сбой, да, если мы говорим, например, о женщинах, да, возраст, возраст, ну, в контексте менопаузы, да, может быть у кого-то проходит такое, и вот гормоны немножко скачут, такое тоже может быть. Кто-то, я уже сказала, да, хочет, возможно, похудеть после родов, к примеру, да, привести себя в порядок. Но если мы еще говорим о желаниях, то здесь по императрице можно сказать, что человек хочет прийти к такому, знаете, более стабильному, устойчивому состоянию, состоянию уверенности больше в себе, да, человек, который стоит хорошо на своих двух ногах и понимает, что он хочет, и как он хочет, и как он может это еще получить, да, то есть здесь не просто какие-то идеи и мечты того, кем бы я хотел стать, а здесь, скорее всего, еще идет и понимание того, как я это получу, но и ощущение также того, что нужно какое-то время. Возможно, здесь есть ощущение того, что вы четко уже знаете, чего вы хотите и понимаете, что вам просто нужно какое-то время по достижению данной вами цели, то есть вы конкретно знаете, что вы хотите, надо для этого время. Что еще может быть? По императрице, вообще императрица это один из арканов, который нам показывает о достижении своих желаний, да, то есть императрица, она знает свои желания, она постоянно чего-то желает, и это нормальное, естественное состояние для женщины иметь желания, потому что вот реализовывая, да, какие-то свои желания, идет становление непосредственно ее как, знаете, вот именно женской энергии, да, как женщины, не как личности именно, а как женщины. Давайте на всякий случай уточним этих два великих аркана, да, что же вы хотите на самом деле. Да, вот выпал Король Жезлов и Туз Жезлов. Что же вы хотите на самом деле? Ну вот хочется сказать, знаете, изменение какого-то обновления, да, больше действий. Если есть какие-то отношения нестабильные наоборот, то хочется вот этого вот, как я уже говорила, да, какого-то прорыва, чтобы обновление, да, что-то изменилось в этих отношениях, и они как-то стали более стабильными, более понятными, да, более прозрачными, что ли. С другой стороны, будущее, да, вы как будто бы планируете как-то вот свое новое видение будущего, но это не в планах, то есть не в мечтаниях, еще раз скажу, а это вот реальные какие-то конкретные действия, и что нужно сделать, да. И вам для этого как раз-таки дана ваша сила. Здесь, причем, знаете, есть ощущение того, что у вас уже нету страхов, вот вы как будто бы, знаете, для себя определились, что вы хотите, как-то успокоили своих внутренних тараканов, демонов, кто чем наполнен, и уже нету страхов, вы уже как будто бы, знаете, двигаетесь, вот именно укротили, укротили свои внутренние сомнения, неуверенности, да, уже определились в своем пути, что вы хотите, и просто действуйте, причем здесь не быстро, здесь нету быстрых действий. Сказала, нету быстрых действий, и выпадает восьмерка жезлов, да, скоростная карта. И невзирая на это, я скажу, что нету здесь быстрых действий, да, хотя выпала восьмерка жезлов. Почему? Потому что чисто интуитивно, мне кажется, что здесь отыгрывается восьмерка жезлов как развитие, да, как дальнейшее движение. То есть, вижу цель, и я иду к ней, я знаю, что она никуда от меня не убежит, даже если я буду останавливаться, да, на какой-то период для того, чтобы передохнуть, отдохнуть. Это вот как путеводная звезда, она никуда не убежит, она как была, так она и остается. И вы двигаетесь, да, восьмерку жезлов еще называют лестницу в небо, развитие. Хорошо, насколько ваши вот эти вот желания гармоничны высшему замыслу? Здесь не показывают мне, насколько они гармоничны, либо нет, здесь мне показывают исключительно ваши отношения, по поводу ваших желаний. Почему? Потому что потенциал у вас есть, силы есть, возможности есть, все в принципе есть. Но и одновременно с этим есть какие-то ваши ограничения, исходя из вашего прошлого опыта, ваше мышление, то, как вы видите достижение этих целей. Иногда вы зависаете, да, где-то идет какая-то остановка, но я бы не сказала, что проблемы идут как-то от высших сил, насколько это согласие с высшими силами или нет. Я бы сказала, здесь мне показывается, что вас останавливает, в чем может быть причина недостижения этих целей. Так вот, причина заключается, с одной стороны, в вашем опыте, а с другой стороны, хочется сказать, в ваших каких-то сомнениях, в вашей внутренней неуверенности по поводу того, «А нужно ли оно вам?» Вот здесь такое, знаете, чувство, что то новое, в которое вы идете, а вы идете в какое-то новое, оно не то, чтобы вас как-то останавливает, а либо пугает. А у меня возникает ощущение, что вы не знаете этого нового. И вот здесь вот как будто бы, знаете, некая такая растерянность присутствует. И отсюда у вас появляются сомнения, а нужно оно мне или нет. Почему? Потому что в прошлом все известно, в прошлом все понятно, а с новым не совсем понятно, не совсем ясно, не потому что там есть проблемы, а потому что я не знаю, да, вот эта вот неизвестность, я не знаю, что это такое. И иногда бывает так, что вот вы, например, вкладываетесь, работаете по достижению своего какого-то желания. А процессы, возможно, идут так медленно, либо вы их не замечаете, потому что не умеете отслеживать свои успехи. И здесь получается так, что начинаете сомневаться, а действительно ли я получу? И либо действительно мне это нужно, а правильно ли я поступаю? Почему? Потому что здесь вопрос времени. Еще раз повторюсь, хоть выпали, ну, несколько карт, достаточно таких вот активных, я все равно не вижу здесь скорости по энергетике, не по картам, по энергетике. Потому что мне здесь показывает, знаете, вот как будто бежите, бежите, вот останавливаетесь, буквально, я не знаю, большую часть дороги прошли, пробежали, и потом останавливаете, и вдруг неожиданно у вас появляется такая мысль, а зачем я участвую в марафоне, да? А зачем я вообще бегу? То есть, ну, для чего мне вот эти вот преодоления, этих трудностей? Я же не так могу без этого. Потом вы понимаете, что, блин, ну, я вроде бы уже записался, там есть какие-то участия, например, в этом марафоне, поможет собрать какую-то сумму денег, пойдет на боготоварительность. И потом вы вспоминаете, а, ради этого я бегу. И знаете, ощущение того, что вам нужно четко себе напоминать, ради чего вы идете в это новое. То есть, чем чаще вы себя будете напоминать, тем как будто бы вот как-то быстрее вы придете к своему результату. Потому что трудностей достаточно много, и может быть такая, знаете, череда каких-то трудностей на пути достижения. И бывают моменты, когда руки опускаются, и хочется все бросить, потому что я не понимаю, либо я уже забыл, а для чего мне это все, ну, то есть для чего я ввязался в эту историю, как говорится, да, для чего я иду в это новое. Но еще раз спрошу все-таки, насколько ваши желания гармоничны высшему замуслу, ну, выпадает верховная жрица, да, то есть тайна. Тайна, о которой нам, ну, пока говорить не хотят, поэтому изначально показали не ответ, а именно ваше отношение. Насколько гармоничны. Верховная жрица у нас говорит, наоборот, о балансе, да, и о гармонии. Могу предположить, что, да, потому что все-таки это какие-то скрытые знания, и сама по себе карта говорит у нас о высших силах. Здесь, знаете, даже не столько насколько гармоничны ваши желания, сколько показывают, что вам эти перемены просто необходимы по королеве мечей. Что вот действительно вам эти перемены нужны. Здесь даже не важен результат этих перемен, сколько то, чтобы вы вышли из какого-то вашего внутреннего застоя. Вот такая вот у меня первая позиция. Позиция номер два. Красненький камешек. Что вы хотите на самом деле? Здесь вы как будто бы хотите определиться в своих эмоциях. Даже не касательно каких-то отношений ваших, да, либо любви, а вот именно действительно определиться своими эмоциями, чувствами и реакциями на что-либо. Почему со мной, даже, знаете, здесь не от логики идти, да, почему со мной происходит, а почему я вообще это чувствую, да, а для чего мне это надо. А, знаете, здесь ощущение того, что, например, если вы находитесь в отношениях, вот здесь люди как будто бы задумываются о том, что, а люблю я действительно этого человека или нет, а нужны мне отношения с ним или нет. Но здесь не через логику идет все, а через эмоции. Вы как будто бы хотите разобраться в себе, почему я ощущаю, либо, например, знаете, как может быть, вот тянет вас к какому-то человеку, да, и вроде бы окружение вам говорит, логика вам говорит, что это не ваш человек, а вы внутри себя ощущаете, что это не так. Вот есть что-то, что меня связывает с этим человеком, и вы не можете понять, да, то есть вы это чувствуете, но не можете дать объяснение этим чувствам и ощущениям. И вот здесь вот как будто бы, знаете, с одной стороны вы вскрываете шаг за шагом вот все иллюзии на своем пути, а с другой стороны вот как будто бы, знаете, такое ощущение вашего внутреннего диалога. Это все происходит внутри вас, не вне вас. Вы как будто бы говорите, ну окей, предположим, что я этого человека не люблю, да, почему? Потому что вот такие, вот такие, вот такая была ситуация, вот так, вот так поступил, да, и у меня нету к нему, например, никаких чувств. И сразу появляются новые вопросы. Здесь человек говорит себе, ну окей, если я его не люблю, а вот тогда вот это вот то, что я чувствую, вот когда я его вижу, какая-то вот радость, трепет, а это тогда с чем связано? То есть если это не любовь, тогда что? Что я тогда чувствую, да? Либо наоборот, в отношениях у кого-то здесь с мамой, да, вроде бы есть какая-то обида, какое-то неудовлетворение, а потом, когда, допустим, нужна маме какая-то помощь, вы это делаете, ну, с любовью, с благодарностью, не потому что нужно, а потому что вот как будто бы хочется, и это вам приносит удовольствие, и вы задаетесь вопрос, ну как так? Разве может человек с одной стороны, ну вот как-то быть обиженным, а с другой стороны вот что-то делать, ну, с любовью, и если я обижен, то почему у меня есть вот это вот желание что-то сделать хорошее, да? Разве я не должен ощущать вот какую-то ненависть, презрение, да, что-то такое негативное? Здесь ощущение того, что вы разбираетесь сейчас на данном этапе со своими какими-то вот внутренними ощущениями, вы как будто бы, знаете, столкнулись, это не путь заросления, а здесь вы как будто бы столкнулись с какими-то двойственными и одновременно переживаниями, которые имеют место быть, да? Вот как мы говорим, например, любовь и ненависть. Ну как так можно и любить, и сразу ненавидеть? И вот это у вас идет не от головы, а это идет ваше внутреннее ощущение, и вы не понимаете, а где я, почему возникает такой вопрос? Потому что вы как будто бы ищете сейчас себя, и вы хотите понять, а где во всем этом я? То есть где иллюзия, а где реальность? Да, здесь как будто бы вы хотите найти внутреннее успокоение, а у вас идет вот это вот беспокойство и ощущение того, что окей, я готов работать над собой и принять свои какие-то темные даже стороны, но я не могу понять, где здесь я, а где здесь не я. То есть вот что-то такое у меня идет. Да, то есть ваш урок, он непосредственно связан с ценностью себя, то, что я говорю неоднократно двоечком. Здесь какой-то вот этап завершился, да? И вы... Здесь вопрос самооценки встает. И вот эти вот эмоции, они, знаете, они... Вам... Вы поэтому хотите разобраться в себе для того, чтобы как-то поднять свою самооценку. Но не путем каких-то там упражнений или еще что-то, да, как обычно предлагается с помощью тренинга, тренингов разных, а знаете, вот как будто бы хотите понять свою собственную ценность. Но вы это... У вас не получается, потому что у вас большой спектр, большая гамма чувственных... Чувственного какого-то восприятия. И вот здесь вот разбираясь, где ваше желание, а где не ваше желание, вот через этот путь и опыт вы понимаете свою собственную ценность. То есть если какое-то желание не мое, то почему я должен вообще на него как-то реагировать? Здесь в два этапа. Сначала вы отсекаете для понятия, что ваше, что не ваше, а потом то, что ваше, вы как будто бы хотите понять, а почему оно у меня рождается. Здесь какой-то вот... Для меня лично, чтобы описать необычный опыт, потому что у меня такого опыта нет, и я не могу подобрать вам правильные слова, чтобы описать вот эти вот ощущения. Ну вам оно наверняка, ну более понятно, вы же это проживаете. Здесь вопрос... Однозначно принятие как-то вот работа со своими теневыми аспектами, но не напрямую, а как-то косвенно вы это затрагиваете. Здесь что-то связано с подростковым возрастом. Где-то 11... От 11 до 14 лет. Что-то вы в себе накопали в этом возрасте, и вы с этим работаете сейчас. Не могу вам объяснить, потому что я не могу понять своих собственных ощущений, считки с карты, потому что у меня нет такого опыта, и я не знаю вам, как это описать, то, что сейчас происходит с вами. Насколько ваши желания гармоничны замыслу высших сил? И опять выпадают кубки. Насколько гармоничны. Вы знаете, здесь я скажу два ответа. Я не могу сказать однозначно, да или нет, потому что по этим картам, да, если считывать карты, то карты бы сказали нет. Но здесь вопрос не в однозначности, да или нет. А здесь вопрос, знаете, в чем? Если вы осознанно работаете над собой, и вы ощущаете то, что вы ощущаете, то это окей, потому что это вам даст какой-то опыт, и этот опыт поможет вам в вашем развитии. То есть, знаете, есть такие моменты в жизни, когда мы осознанно себя чего-либо лишаем, да, почему? Потому что мы понимаем, что это нам поможет в нашем развитии. Ну, например, материнство мы осознанно себя лишаем, когда дети грудные сна и так далее, потому что это, ну, это нужно, ну, ребенку, например, да, да, и мне в развитии, в понимании материнства, что есть. Это один момент. Когда вы добровольно идете в это, но понимаете, что за этим стоит какой-то ваш этап развития. А с другой стороны, как я уже говорила ранее, если смотреть по картам, то это приводит вас в какое-то, знаете, вот упадческое состояние, потому что выпал аркан луны, четверка кубков и девятка кубков. Девятку кубков я не считываю здесь в контексте удовольствия, а наоборот, в контексте того, что здесь, знаете, человек закрывается, наоборот, от каких-то эмоций. И вот четверки кубков, такое, знаете, пресыщение. Общая энергетика идет такая, что то, чем вы сейчас занимаетесь, это не приносит вам удовольствия. Поэтому можно сказать, что это минус. Хотя с другой стороны, с точки зрения развития, в любом минусе есть плюс, и в любом плюсе есть минус. Все взаимосвязано. Но то, как вы работаете, скорее всего, здесь нет гармонии. А нет гармонии почему? Потому что нет ясности и четкости по луне. Есть какая-то замутненность. И вот эта вот ваша работа, она вас, скорее всего, вводит в какой-то дискомфорт, нежели дает какие-то положительные ощущения. Потому что четверка кубков нам говорит о пресыщении. А вот какой-то, знаете, неинтерес, когда выгорание. Я бы так сказала, вы знаете, вот приводит вас к какому-то эмоциональному выгоранию. И оно дает, как следствие, нежелание делиться с кем-то своими собственными эмоциями. Вы как будто бы закрываетесь. Но это связано с тем, что вот ваше восприятие, оно не совсем верное по луне. Оно мутное. Оно ложное даже, я бы сказала. С одной стороны, с точки зрения развития, луна дает расширение нашего сознания, знаете, как через некое такое вдохновление, вдохновение, через наполнение вот такими какими-то высоконравственными чувствами, именно чувствами, знаете, вот стремление к божественному, стремление к красоте, стремление к дальнейшему развитию. Если мы говорим в контексте Древа Жизни, это путь Аркана Солнца, он соединяет как раз и наше бессознательное и наше, нашу природную силу, да, и это в контексте дает, представляете, бессознательное огромное хранилище всей информации и плюс ко всему природная сила, да, творчество, я не знаю, чего-то такого превосходного, возвышенного, очень тонкого, и по идее это должно расширять наше сознание. Поэтому я и сказала, что в плюсе, да, если вы рассматриваете, делаете это осознанно, это поможет вам расширить ваше сознание, это поможет вам как, знаете, вот как будто бы увидеть во всем, здесь такая очень тонкая-тонкая, она как как паутинка, вот только прикоснешься, да, и ты можешь все разрушить. Здесь вот такое вот какое-то тонкое воздушное ощущение, что если это осознанно, то да, это вам пойдет во благо, но если вы это делаете наоборот как-то неосознанно, то это вводит вас в какое-то ну, выгорание, вот некую такую апатию, нежелание ничего делать. Я спросила, много очень кубков выпадает, я спросила, что означает Луна уточнить, выпала тройка кубков и паш кубков. Вот Луна у нас как-то про это и говорит, что если здесь речь идет об исцелении вашей души, знаете, вот именно расширение сознания, расширение получения какого-то праздника у внутреннего удовлетворения, то есть, если вот эти вот все ваши понимания, поиски самого себя внутри, на эмоциональном плане, именно разобраться в своих эмоциях, знаете, научиться в психологии, это очень важно, когда вы начинаете работать с психологом, первое, что он вам, по крайней мере, начинает рекомендовать, это уметь обозначивать свои эмоции, уметь обозначивать и различать чувства от эмоций, и вот когда, потому что мы не умеем этого делать, нам кажется, что мы понимаем свои эмоции, а на самом деле это не так, и вот это вот для вас, поскольку вы смотрите на мир через призму чувственного вот этого вот аспекта, кубкового, да, состояния нашей души, для вас это будет очень важно, именно поэтому я скажу, если вы научитесь это делать, да, вы в дальнейшем сможете понимать, не управлять эмоциями, мы не можем управлять, это наша реакция, но вы сможете понимать лучше себя, да, вы сможете понимать, почему у вас появляется такая реакция, да, либо в плюс, либо в минус, то есть почему у вас возникают те или иные эмоции, что с ними сделать, да, что за этим скрывается, какие мысли, и что можно изменить в себе, то есть вот это очень важный аспект, если вы с этим разберетесь, вы сделаете огромный скачок на пути вашего развития, хорошо, если это произойдет, будут ли тогда вот эти вот ваши желания, то есть если вы осознанно идете по этому пути, гармоничны высшему замуслу, да, вот тогда да, потому что у меня выпадает, смотрите, паш мечей, шут, и шестерка мечей, карты, которые говорят, что да, тогда вы аккуратно начнете, знаете, как будто бы что-то планировать, да, включает понемножку, понемножку свой разум, пускай с оглядкой назад, да, пускай на первых порах это будет как-то неловко, коряво немножко, но в дальнейшем это поможет вам как-то обнулиться и пойти действительно в абсолютно новый, новый уровень себя, здесь как будто бы вот ощущение, какой вы здесь духовный урок проходите, вот, ну какой духовный урок, и выпали как раз великие арканы и опять-таки кубковые карты, рыцарь кубков у меня всегда говорит о состоянии моей души, о понимании, об изучении, да, какой урок, дальше идет у нас умеренность и аркан мира, вот вы идете сейчас для того, как раз-таки к такому уроку проходите, да, по аркану умеренности у нас проходит умение гармонизировать и балансировать внутри себя две противоположные силы, и если говорить о духовном уроке, то здесь умение как раз-таки управлять своими эмоциями, но не разумом, а подчинить их духу, то есть подчинить их, я говорю сейчас об очень высоких уроках, безусловно, не всем они подойдут, но вы уже приземляете их в соответствии со своим развитием. По умеренности, когда мы, ну, проще говоря, исцеляем, да, если мы не будем говорить в каких-то высокопарных словах, но все же для кого-то важно, я скажу, когда мы свои эмоции умеем укротить, как по аркану силы, да, когда женщина укращает льва, а здесь по умеренности дух укращает наши эмоции, приводит их в баланс. На более низком уровне здесь идет гармонизация нашего эмоционального плана, здесь идет некое такое исцеление нашего эмоционального состояния, когда мы становимся более терпеливыми, мы становимся более, опять-таки, терпеливы, не потому что нас бьют, а мы терпим, да, нет, а более, знаете, вот принимающими, что ли, более спокойными, более уравновешенными, да, более гармоничными. И аркан мира у нас как раз-таки и говорит о том, что здесь в прямом положении, не в перевернутом. о завершении какого-то этапа, когда вы, вот после того, как вы сможете это все, ну, исцелить себя, условно говоря, да, свои эмоции, свое сердце, если так можно сказать, вы сможете сделать шаг абсолютно новое. То есть сейчас пойти в новое, для кого это актуально, вы не готовы, да, почему? Потому что нету принятия своих эмоций в многих, да, я не знаю, что здесь могут быть за эмоции. Может быть, что-то действительно неприятное, когда я говорила про обиды, да, как вариант. Но однозначно здесь какие-то, какое-то внутреннее эмоциональное исцеление должно произойти для того, чтобы вы пошли дальше, но вот дальше, чтобы пойти, сделать шаг, он идет, как-то, знаете, не сам по себе, то есть это не план, вот сейчас я это завершаю, а потом иду как-то в новое, нет, а здесь идет, знаете, как вот автоматически, как вот одна дверь закрывается, другая открывается, то есть пока ты не закроешь одну дверь, другая не сможет открыться. Так вот здесь, когда у вас наступит полное исцеление, у вас меняется восприятие, и когда у вас поменяется вот это вот восприятие, да, то, что мы говорили в самом начале по выбору, да, орган влюбленных, когда вы определитесь внутри себя со своими эмоциями, поймете, что ваше, что не ваше, почему вы чувствуете то или другое, у вас произойдет расширение в вашем сознании, и вы как будто бы, хочется сказать неожиданно, но почему-то мне так идет, как будто вы, знаете, неожиданно увидите новые возможности. Сейчас вы эти возможности не видите в силу того, что вы не доросли, вы, это ваш урок, который вы сейчас проходите, то есть вы его еще не прошли, и поэтому вы не можете увидеть новый путь развития, но он придет только тогда, когда вы придете внутри, знаете, это на что похоже, это когда вам надо, я не знаю, отремонтировать свою, например, квартиру, сделать ремонт, и вот пока вы обои не поклеите, что там делают еще, там что-то не покрасите, полы не поменяйте, пока все не закончите, вы не сможете увидеть новые возможности, то есть изначально вы делаете весь ремонт, потом садитесь, выдохнули, а теперь я могу, и у вас появляется неожиданное, а вот здесь вот хорошо было бы вот такие вот занавесочки повесить, а вот здесь вот такую бы мебель поставить, а изначально, вот когда вы заходите, допустим, в квартиру, а там нету мебели, ничего, и она такая грязная, с старыми обоями, вы даже представить себе не можете, какая бы мебель подошла, а это вы завершили одну работу, она закончена, и она вас воодушевила на то, как вы можете облагораживать, да, вот то помещение, в котором вы поработали, потрудились, вот здесь как-то так, двоечки, сложно мне было сегодня рассказывать, потому что, я уже повторилась, это абсолютно новое состояние, я не знаю, как их описать, но как смогла, так и описала, как и получилось, позиция номер 3, зелененький камешек, что вы хотите на самом деле, башня, что-то разрушить, ощущение того, что вы хотите, знаете, вот дать бы вам, как она, болванка называется, молоток, не знаю, как это, что-то, кувалда, вот все разрушить, и выстроить абсолютно заново, отстроить свою жизнь заново, не то, что в ней нет хороших моментов, да, либо все так плохо, нет, а здесь ощущение того, что хочу все разрушить, хочу начать жизнь заново, с чистого листа, с правильного построения фундамента, я не знаю, какой сферы это может касаться, может быть, какой-то конкретный, может быть, вообще вашей жизнью, в общем, но вот здесь вот по башне ощущение того, что то, что вы строили, вы пришли к пониманию того, что у этого не было фундамента, у этого нету той опоры, которая, которая бы помогла вам как-то в дальнейшем двигаться, причем, если мы упомянем кого-то, это будет в каком-то период времени раздражать уже, что я говорю, но все равно, если я упоминаю Древо Жизни, то здесь этот путь, он как раз-таки соединяет наши эмоции и соединяет наш разум. И вот башня получается не для того, чтобы сгармонизировать, а наоборот, для того, чтобы разрушить, потому что, когда в нашей жизни преобладает много разума, много логики, ключевое слово много, то мы эмоции, вот все прекрасное, все красивое, все эстетическое, творческое, все превосходное, мы начинаем подчинять нашей логике. То есть, например, природа не может быть красивой, почему? Потому что, ну вот смотри, осень наступила, деревья лысые, листья опали, что в этом красивом, да, то есть там, ну, либо олени, как они могут быть красивы, посмотри, какие у них эти рога, да, как можно вот это вот все на своей голове таскать, ну, то есть, это тяжело, некомфортно и неудобно. То есть, когда вот эту вот красоту мы подчиняем логике, либо стараемся логически объяснить прекрасное. С другой стороны, наоборот, если у нас присутствует очень много эмоций, это, напоминаю, и отсутствие логики, это тоже не есть хорошо, потому что мы становимся, знаете, это как в прямом смысле касательно Аркана Башни, крышу сняло, да, то есть накрыли эмоции, крышу сняло, и я как этот, горила в период гона, ничего не понимая, что происходит, никакой логики и совершая кучу ошибок. Так вот, здесь идет первичное состояние именно разрушения. То есть, я хочу брать полностью и свои эмоции, и свою голову, свой разум для того, чтобы в дальнейшем, вот, знаете, здесь не про починить, а здесь про разрушить полностью до нуля и заново выстроить, но выстроить уже то идеальное, что я хочу, а хотите вы выстроить двойку кубков, то есть хотите вы выстроить правильное взаимоотношение первично с самим собой, с потоками принятия и отдачи, да, взаимодействия, и потом уже в дальнейшем, как это взаимодействовать с миром. То есть, изначально здесь вы как будто бы сначала хотите разрушить и логику, и эмоции, причем это будет выражаться в каких-то прошлых ваших отживших шаблонах. словила себя на мысли, что я говорю как этот, как тормоз, не моя речь, я не знаю, кто-то передает информацию здесь, не свойственна мне такая речь. Изначально вы хотите разрушить свои старые шаблоны, которые уже не работают, которые уже отжили, да, то есть то, что они должны были привнести в вашу жизнь, они уже привнесли. Тот способ мышления, которым вы пользовались, он уже не работает, да, здесь, возможно, вам нужно будет разрушить какие-то убеждения ваши, да, какие-то суждения по поводу вообще жизни, почему, ну, расшатать, потому что вы уже понимаете, что, ну, вот как раньше вам говорили, например, не ходи с чужой тетей либо дядей, потому что, ну, там, украдут, да, либо это, цыгане плохие, не подходите, и так далее, да, украдут, заберут детей. Вот, вы выросли, и у вас вот этот страх, допустим, перед цыганами остался, и тут вы понимаете, что, блин, я же уже не ребенок 5 лет, да, то есть мама тогда не могла меня никак предостеречь, и она вкладывала в меня вот такие вот убеждения, сейчас я понимаю, что это уже не так, я уже взрослый человек, я уже могу, да, это причем вот семейные, кстати, какие-то убеждения, либо касательно семьи, построения отношений, это тоже имеет место быть, я уже, я уже не тот человек, я уже взрослый человек, я уже сам могу решать, да, я уже сам могу поставить за собой, поэтому это убеждение, оно уже не прокатывает, оно уже не рабочее, оно вам уже не нужно, и от него уже можно избавиться, И чтобы освободить именно свою голову от вот таких вот ограничений и шаблонов, и автоматизмов, которые у вас проходят. В конечном итоге, после этого разрушения и подвойки кубков, умение найти гармонию между разумным, между рациональным и иррациональным, да, вот только после этого у вас произойдет солнце. Только после этого вы сможете прийти непосредственно вот к своей некой такой самости. Вы сможете прийти именно к состоянию перерождения, да, когда вы, знаете, здесь хочется сказать, в меру сможете не все починить логике и не все починить, подчинять в крайности эмоции. А здесь вы как будто бы, как-то вот гибко, хочется сказать, сможете принять вот эти вот две силы внутри себя. То есть... Аркан солнца на древе жизни, он соединяет наше бессознательное и наш ум. И этот, если этот путь восходящий, то есть если эта карта прямая, она нам говорит о том, когда мы, наше бессознательное, начинаем понимать рационально. То есть это похоже на то, что, допустим, мы увидели какой-то сон, и утром просыпаемся, и мы его можем объяснить. Вот эти вот иррациональные символы, там, рыба плавает, это значит, там, я не знаю, к деньгам, там, много воды видел, значит, меня накроет эмоции. То есть здесь, понимаете, здесь это идет не в перекос, не только что, вот только эмоции, либо только разум, нет. А вы как будто бы, знаете, научитесь взаимодействовать с Вселенной, считывая ее язык и применяя себе на практике. Да, то есть вот как-то переводя на более понятный, другими словами, найдете правильное применение своей логики. Не то, что она будет вам доставлять прям негатив от того, что, ну вот я чрезмерно такой аналитик, а именно направить в правильное русло, да, то есть использовать мозги там, где нужно. Но и при этом не отказываться от иррационального, не отказываться от своих мыслей, эмоций, от своих чувств, потому что это тоже имеет место быть. Здесь будет как будто бы, знаете, вот другой абсолютно уровень осознанности вас. То есть вы будете, например, смотреть на свой теневой аспект и четко говорить, что, окей, здесь у меня появилось, например, чувство вины. И вы уже не переживаете, да, о том, что, ой, какая бедная несчастная, вот начинаете себя винить или еще что-то. Нет, а вы начинаете подключать эту эмоцию, да, и объяснять ее рационально. Почему она появилась, когда она зародилась, что было за ситуация, да, то есть вы начинаете это анализировать, поняли, осознали, приняли в себе эту эмоцию. И в дальнейшем меняете какой-то вот более практичный, что ли, шаблон действия, либо взаимодействия с миром, либо вообще, как вам, какой-то модель нового поведения для себя. Не та, которая была уже неосознанно, а здесь вы осознанно принимаете свои теневые аспекты. И вы только их оттачиваете, окей, классно вскрылась там, например, какая-то агрессия, окей, давай посмотрим, с чем она связана. То есть, понимаете, как-то более гармонично начнется жизнь. Это новый уровень в вашем сознании, в вашей личности. Насколько ваши желания гармоничны? Выпало семеркам. Вот смотрите, на ваши желания выпали великие арканы, да, то есть ощущение того, что вот так должно быть, да, это вот свыше некое такое послание. А на то, как эти желания, насколько они гармоничны, высшему замыслу или нет, выпали малые арканы. Ну, семерка мечей у нас говорит о том, что здесь не про то, что они гармоничны или нет, а здесь про то, что ваш самообман заключается в том, что вы хотите получить солнце, то есть свою самость, перерождение на более высокий уровень старыми методами. То есть вы по семерке мечей хитритесь тем, что да, вы можете это сделать, но по каким-то вашим причинам, я не знаю, там страхи, не страхи, вы этого не делаете. Вы хотите попасть в новое старыми методами. Вот о чем нам говорит семерка мечей. А у вас есть способность пойти в это новое, у вас есть все силы, но вы этого не делаете. Вы как будто бы убегаете от того, что вам нужно сделать. Почему? Потому что выпадает двойка жезлов и двойка педаклей. Обе двойки у нас говорят о двойственности, да, о некой такой ситуации. А сомнения в данном случае есть присущая какая-то неуверенность, связанная с выбором. Да, все вы никак не можете сделать этот шаг, поэтому вы снова возвращаетесь назад в прошлое, что вам известно, то, как вы умеете. Вы как будто бы не можете определиться. Да, вот прошлый ваш опыт, то, как вы, возможно, зарабатывали деньги, возможно, то, как вы работали, возможно, как вы вкладывались во что-то, в какое-то дело. Оно настолько заикарилось в вас, да, что оно настолько ценно вам, что вы уже, знаете, как будто бы не можете от этого отказаться. Восьмерка кубков нам говорит о том, что когда ты вовремя не воспользуешься каким-то успехом, да, ну, то есть утратил эту возможность, то дальше, дальше будет сложно. Здесь нужно вовремя уметь отказываться, либо пользоваться теми или иными благами, которые вам дают. А вы как будто бы застряли. Здесь неуверенность, причем неуверенность, связанная как-то с вашей самооценкой. Двойка жезлов у меня все время почему-то говорит о каком-то перфекционизме, о неумении делать выбор. Почему? Потому что я, тот выбор, который я сделала, вы как будто бы, знаете, не даете себе здесь права ошибиться. Вы хотите сразу сделать выбор, чтобы он был верный. Почему? Потому что требования от себя высокие, и вы не хотите ошибаться. Здесь не про то, что вы боитесь, здесь не страх. Вы не хотите взять, не взять, получить неверный результат. То есть вы хотите сразу с первого раза, чтобы было так, как вы хотите. И это и есть как раз-таки вот эти шаблоны по башне, которые вам нужно разрушить. И тогда вы придете к девятке педаклей. И вот тогда ваши желания, они будут гармоничны высшему, согласно высшему замыслу. По девятке педаклей, да, это стабильность, это умение получать опыт, да, брать какую-то выгоду, пользу для себя, да, для того, чтобы стоять плотно на двух ногах на земле. А пока здесь этого нету. Здесь присуща еще какая-то вот хитрость. Какой урок вы здесь, хочу сказать, проходите? Здесь урок повешенного и урок девятки мечей. Девятка мечей это, знаете, внутреннее волнение, внутренняя неуверенность, переживания, сомнения, чувство вины, горечь. Вот это вот, знаете, когда мы ночью закрываем глаза, руками погружаемся в себя и увидим наше несовершенство, мы его не можем принять, нам от этого становится еще грустно, еще страшнее. А аркан повешенного, он нам все время говорит о том, что для того, чтобы получить то, что вы хотите, нужно осознанно отказаться от чего-то, да. То есть надо отказаться от чего-то малого для того, чтобы получить что-то большее. В данном случае вы хотите получить солнце, и вам для этого нужно отказаться от всего того, что я говорила. Двойки жезлов, двойки педаклей, семерки мечей. То есть, причем по повешенному не может быть урока легкого. Это всегда боль, это всегда горечь, это всегда жесткость. Но мы это принимаем, потому что мы идем в это осознанно. Вот вы должны прийти к этому, то есть осознанно принимать все, условно говоря, свои страдания, мучения, как говорится, выстрадал это и получил уже в заслугу то, что я хотел. Почему страдания? Потому что вам нужно отказываться от того, к чему вы привыкли. А это больно, башня не бывает неболезненной. И вот здесь вот вам нужно от этого малого отказаться. У каждого этого малое оно свое, но оно настолько ценно, оно настолько становится частью вас, что когда вы сдираете, это как будто бы вас режут на живую. Вот такая вот очень сильная боль. И конечно, ну не все, не все на это идут, но ключевое здесь, я это делаю добровольно, потому что я знаю, что я получу взамен. Такая была у нас и третья позиция. Если вдруг неожиданно остановится, видео просто, место закончилось. Ну, мне кажется, я успею с вами попрощаться. Пожелать вам всего самого наилучшего. Благодарю вас за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши дизлайки. И до новых встреч. Всем пока-пока.